обалдеть в каком я страшном виде только что включила кушать больше зеленое яблоко кушай ты помыл хорошо помыл ну-ка дай проверю мне кажется ты плохо помыл хорошо надо помыть короче говоря сегодня кушай аккуратно сегодня дэнни в садик не пошел потому что я себя плохо чувствую на самом деле я просто не смогла его отвезти в сад а вот в общем выключила будильник вообще он стоял будильник я думала до последнего что может быть я отведу его в сад на нет вчера мне было так плохо я его забрала еле-еле с сада вечером вчера у меня поднялась температура резко сразу до 38 38 и 3 вот так просто слабость такая глаза еле ворочаться такое вот все я в общем уже на ночь нурофена выпила я детский пивно рафенчик ну потому что и башка болит и вот это состояние и короче часть малиной выпила на ночь 3 одеяла укуталась короче потела всю ночь проснулась утром опять с температурой 38 и 3 снова не хотела пить этот нурофен но состояние такое что просто вот встать не можешь поэтому даньку я решила не отводить спали до последнего утром встала чуть-чуть что-то вот там печенька съела чтобы не на голодный желудок нурофен выпить и часть малины опять выпила нурофена и отлежала под одеялом все это время по тела вот пока потела заказала еды чтобы деньги там макарошки сыром сделать яблочки чтобы у него были вода чтобы было прошло сушняк пить хочется постоянно вот но сейчас нурофенчик подействовал вроде получше себя чувствую но я лежу вообще не встаю и когда встаю у меня прямо голова кружится я вчера не умылась накрашенная была это мне надо было доснять видео немножко еще днем более-менее себя чувствовала короче это ну короче вот такое состояние у меня ломит кости все вот ломит сейчас конечно нурофен действует я хорошо сидит ну так нормально чувствую только-только он подействовал вот а так короче лежу потею со спальни перешла сюда чтобы денька тут играют чтобы я его видела контролила в общем вот такие вот дела простыла надеюсь ребенку это не передаст болезнь наиве смотрю теперь черная любовь оказывается тут серии я не знаю чуть покороче по моему там там где смотрела по два часа с половиной были серия тут они по часу вроде внутри а ну-ка 33 39 и 40 она виде вот 44 45 минут так что удобно конечно можно подумать что я вот так и просидела весь день но нет я только прилегла все это время ходила сейчас я уже чувствую ко мне состояние вот возвращается сейчас время кстати без 10 7 и вот только как вот 10 минут я чувствую это состояние слабости возвращается а так я представьте утром получается выпила нурофен и вот с 8 часов считая где-то но с 8 9 с 9 до 7 практически 10 часов до меня нурофен держал очень даже бодряком я могла встать что-то приготовить пообщаться там что-то поделать я каждый не снимала ничего так чтобы привести себя в порядок и вот это вот все можно было бы раньше бы я занималась этим но сейчас я берегу свое здоровье поэтому я дала себе возможность отдыхать у меня просто лекции там еще много я там лекции послушала какие-то тоже сосредоточенность даже еще договор прочитал договор один такой очень сложный что солнышко разобрались сейчас да не дала телефон короче я приехал он как-то технично у меня отжал мой телефон второй я думаю ну блин ходит ребенок с телефоном за 50000 по дому то есть он не ходит никуда я ему не даю но как бы дома вот он ходит он может его разбить он там с ним прыгает то еще думаю не за 50 косарей надо как-то у него его отжать а я понимаю что если он у меня его на один разок выбросил потом очень сложно его забирать и так далее благо у нас много телефонов разных дома и короче сейчас я ему дала за 30 тысяч телефон вообще есть еще дешевле и еще дешевле и чуть-чуть прискакал ко мне сюда интересный мальчик короче говоря целый день можно сказать я такая ну не скакала но занималась делами хорошо себя чувствовала под вечер вот я сейчас начинаю чувствовать слабость своего тела знаете такое немножко а вот это вот так шевелишься она у тебя как замедленном действии такое все налила себя молочка сейчас в руки печенье кушать дэнда дэм не доснять но надо не получать но ты через каждые пять минут мне помоги помоги давай сначала сам по разному про не получаю еще пробуй по-разному вот и а а гол сделай г о л д короче все я легла я буду смотреть сериал черная любовь и отдыхаю возможно придется еще на района перед сном быть надеюсь не поднимется у меня температура а насчет телефона хочу ему дать дешевый телефон старенький свой но там разбитый экран и нужно наклеить наклейку или наклеить стекло потому что может порезаться вот а так просто если забрать телефон будет очень я ему качаю приложение развивательные лабиринты слова составляет тетрис да то есть такие какие-то логические штучки то есть он не играет непонятно во что а вот вот лук получается все вот привет улики ну что веду его сегодня в садик сегодня пятница не хотел делать и сначала вам сказала надо да маме тирана да подъем и денежки надо как-то позаниматься улице ветерочек у нас какой-то небольшой прям вышли сразу ветерок я себя чувствую чуть-чуть получше как видите могу уже его в сад отвести думаю последний день нужно попробовать все-таки поделать дела какие-то отвести его в садик по что выходные уже не до этого вот и неизвестно как я себя буду чувствовать а еще я вам говорила что всегда руководствуюсь таким правилам как не оставляя на завтра то что можно сделать сегодня и я руководствуюсь этим правилам именно вот из-за того как у меня произошло в этот раз я во вторник по моему да планировала снять там но много видео до запасом всегда стараюсь делать все в начале недели пока силы много пока я не болею там да ничего не произошло непредвиденного пока есть возможность вода целый день свободен можно ну как бы делать дела и вот я вот не доделала там одно как раз видео и на утро уже встала в состоянии не стояний просто с горем пополам его доделала в своем состоянии и думаю блин надо было мне немножко не расслабляться в тот день не надеяться на то что он целая неделя впереди прям наверное сделать побольше я могла бы сделать побольше так бывает что-нибудь оставишь на завтра просто и слегла и просто ничего не можешь делать поэтому я всегда люблю делать сразу все по возможности а там уже будь как будет будет свободное время можно что-то еще поделать а заболеешь можешь спокойно болеть со спокойной душой что все сделал посмотрите на этих лежат рядом воркуют кстати они давно уже дружат да что касается их дружбы их жизни и спим мы все время так я еще открывать не заправляла сегодня под тремя одеялами спала я когда болею мне прям потеть потеть и вот например я сплю до милка у меня в ногах это ее место прямо на между ног у меня ложится все время поверх одеяла или под одеяло любит залезть а бантик вот он там лежит либо там либо там спит то есть это его край вот здесь его угол а милка вот здесь на мне и они не меняются местами это скажи закон да у каждого свое место их бантик лежит такой красопед а ну такой денька его любит просто ужас как он просто бантик мой его и таскает его и вот и не знаю оба антик все терпит как будто знает хозяин моно 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 все нам работать пошло отдыхать время кстати сейчас 10 утра и если чувствую вообще ну я бы сказала скорее плохо чем хорошо я не чувствую что сейчас температура у меня болит голова мне больно поворачивать глазами прям еле-еле вот так поворачиваю прямо боль такая в глазах но и температуры нет и в принципе никаких лекарств я больше не пила со вчерашнего аж утра вот может быть я иду на поправку но я решила как бы это аккуратненько немножко со своим все таки это решила не купаться потому что но я когда мою голову и вот это имею ввиду дальше то и когда мою голову и я болею я короче еще дальше продолжаю болеть поэтому мне надо полностью выздавить чтобы помыть голову вот поэтому я сначала хотела думала по мою голову потом думаю не воспользуюсь сухим шампунем чуть что вот в принципе позавчера мало голову только на еще нормально часть я даже сухим шампунем не пользовалась по моему нормально вот и короче надо подснять видео на выходные мне на выходные я уже не парилась о том что нет видосов но и тем более там распаковочка так хочется мне уже посмотреть что там в посылочке вот поэтому пару видосиков я сниму и все и целый день буду валяться буду пить чай с малиной потеть смотреть сериал черная любовь мне так очень а я просто последнее время так много работала мы правда даже не то чтобы работала ну когда работала реально куда-то бежала летела и помните вам говорила что я мечтаю тех днях у меня был период жизни в москве когда я жила я занималась чем хотела в плане ну вообще там то есть чем хотела не не чем хотела я хотела кстати тогда я хотела в тот период работать хотела суетиться куда-то бежать чтобы у меня были какие-то дела заработки да там вот перспективы возможности то есть вот эта жизнь которой я сейчас живу я ее хотела тогда когда мне никуда не нужно было бежать у меня не было особых никаких забот и я с утра до вечера смотрела сериалы то есть я могла сутками не спать потом спать играла в покер ночами проводила время с друзьями мы жили в квартире да с друзьями медитировала каждый день потому что ну как бы у меня друзья все буддисты были мы тусовались вместе на мероприятия какие-то ездили короче все такая жизнь ну можно сказать была беззаботная был такой период небольшой жизни я его очень-очень сильно вспоминаю и вот как только вот уже представляете 7 лет уже я блогерством занимаюсь уже больше уже скоро 8 будет вот и то есть поначалу у тебя энергии много потому что ну так я никогда не жила у меня вот такого да там не было чтоб я окунулась во что-то реально с головой и прям моё моё и прям ты все силы отдаешь ты выжимаешь всю себя ты ночами не спишь и все таки как ты это делаешь да потому что я люблю это дело я кайфую я хочу как можно больше сделать как можно больше снять показать поделиться чтобы меня узнали знаете вот вот это вот и вот это представляете вот это вот внутренняя вот эта тема она просто без перерыва нон-стоп в тебе как будто какой-то огонь горит и ты вот этим огнем внутренним из своего тела выжимаешь все соки идти пофиг болеет тело или еще что-то с тобой происходит некогда тебе об этом думать некогда тебе думать о том что ты болеешь или что-то чувствуешь давай ты этого хотела делай и вот этот внутренний огонь он заставлял меня работать все время работать что даже я помните говорил его кайф вот это время вспоминаю когда сериалы смотрела отдыхала а теперь мой организм люблю поплакать теперь мой организм говорит мне все мое тело допрыгалась боже как я ужасно выгляжу в общем теперь мой организм говорит мне мое тело моему огню внутреннему говорит все притуши немножечко свой огонь я не вывожу я сломалась тело говорит я сломалась нервная система тоже говорит я тоже сломалась все не останавливаешься сама мы тебя сейчас остановим я теперь когда вижу ну я понимаю да то что я тоже так давно хотел ну я хотела так всегда жить чтобы у меня были дела какие-то цели куда-то бегут как все суете в делах ну и действительно чтобы это было не просто там такие дела типа ты что-то делаешь а ничего не происходит а реально ты видишь перспективы ты работаешь ты ну как бы растешь вот но я вижу когда таких людей которые суетятся и кайфуют сейчас от этого я понимаю что которые ночами не спят работают сутками напролет вообще не жалеют себя я им не завидую а раньше завидовала но думала вот молодцы работают вот бы мне найти свое дело вот так вот ну по белому завидовала естественно но мне найти свое дело так чтоб я окунулась и любила его чтобы я горела изнутри не останавливалась я же все бросала все свои работы которые у меня были все бросала очень быстро чего-нибудь не помогу я идите на хрен и ничего меня так не увлекала надолго и еще чтобы это деньги приносила сейчас когда вообще вижу что кто-то работает вот так на износ не жалея себя я думаю ну ладно до поры до времени ну понятно что эти люди не слушают я тоже вас не слушала когда вы мне говорили отдохни селена так нельзя мы подождем видео да а я нет это же ну как бы и пока не столкнешься не поймешь вот а теперь понимаю и очень хочу вот сейчас 10 утра я кажется плохо чувствую вот это мне еще не нравится что моя работа знаете все таки вроде бы ты не привязан к месту ты можешь поехать куда угодно да в любую страну жить я могу поехать да со своим делом то есть мое дело это я да где я там из себя и снимаю показываю там ей найду контент то есть я не привязана к месту я могу легко менять и города и страны но я привязана к своему состоянию я должна себя чувствовать хорошо иначе мне просто нет сил снимать видео я понимаю что вот я лежу такая и умираю да и вот сейчас пока 10 утра пока еще более-менее мои глаза вот так шевелятся да и нет температуры я сейчас сниму видео потому что ну надо снимать я не могу я ну как бы я серьезно отношусь к своему делу то есть для меня блогерство это не просто там знаете снял видео там когда никогда да то есть для меня это и хобби и бизнес это и работа до бизнес это заработок мой и вообще неотъемлемая часть моей жизни вообще себя не представляю честно говоря чтобы вообще не снимать но пока это мой а такой основной доход до на который который нужен важен вот и много как бы я не могу к этому халатно относиться я могу я не могу просто взять и не снимать видео вот я буду очень сильно переживать потому что youtube так устроен что нужно всегда снимать видео регулярно да иначе ты там ну иначе видео твои будут куда-то опускаться вниз на youtube как бы он же смотрит твой канал смотрят у тебя регулярно выходят видео вот этот алгоритм ютубовский да и как бы он помогает тебе также их продвигать а если ты не снимаешь там видео какой-то период там да вот бывает там блогеры не снимают два месяца там полгода но youtube их про них забывает и чтобы им снова вытащиться на наплавь да чтоб их смотрели рекомендовали нужно проделать огромную работу вот я понимаю что вот в этом смысле я привязана к регулярности и соответственно я привязана к своему состоянию я должна чувствовать себя хорошо вот ну короче все равно я сейчас меняю вообще ритм я хочу очень спокойно сейчас жить чувствовать себя вот хочу смотреть сериалки валяться мне по кайфу поэтому я не переутруждаюсь вот в другое время я бы взяла сейчас у меня там видео снимать раз два три четыре пять пять видео вот лежит у меня прям вот лежит и нужно снять пять видео в другой бы раз и я сняла бы эти пять и еще чего-нибудь нашла снять я по всем видео в день снимала раньше вставлять помимо того что я монтировала их сама тогда вот еще кучу всяких делать делала ну то есть у меня кроме фисташки у меня в принципе сейчас но никого и нет не фисташка помогает монтировать видео вот а вообще по-хорошему должен быть и пиар менеджер который занимается пиаром там твоего канала занимается общением с рекламодателями до человек который до монтирует там видео вообще ну помощников должно быть очень много всяких разных я все делаю сама поэтому но это как бы времени на отдых вообще нету и нужно очень очень грамотно распределить все это время для того чтобы все у тебя было да и ты не перенапрягалась в общем короче я работаю над этим есть просто некоторые моменты которые короче все не так просто вот все 11 минут я с вами поболтала поплакала не знаю кстати буду выпускать это или нет буду монтировать смотрю все улыбаюсь нормально пошла работать выхожу из дома сейчас подсняла половину осталось мелочи выхожу из дома пока еще силы есть в аптеку надо зайти и домой досниму и лягу ну что мои хорошие чуть-чуть приоделась новый костюмчик чтобы не мозолить вам глаза в домашнем все время короче все из последних сил просто и все равно пол третьего понимаете я хотела двенадцати там может быть закончите она то одно то второе и надо прям сделать пока я стою на ногах сейчас я уже понимаю что я уже не могу стоять на ногах мне срочно нужно лечь у меня все вообще не вертятся глаза голова тяжелая я прям на автопилоте все делаю вроде сделала сейчас основные вещи и можно уже будет выходные спокойно болеть с деньгой свекровь написала говорит если что заберу малого садика если будет плохо вот ну в общем посмотрим я надеюсь что будет хорошо его садика заберу и все будем дома главное чтоб температура бы не хорошо бы не главное хорошо бы чтобы температура не поднялась кстати хотела взять в аптеке норафен детский так как я деньги весь выпила а его нет и говорят что очень сложно сейчас норафен достать не знаю почему игра что к чем теперь ребенка на ткану процитамол я говорю ну там другой состав по моему какой-то норафен лучше он еще и противовоспалительный же ну короче не знаю она там аналоги там свечки можно то все и бупрофен пару пачек вот будет короче говоря плохо что норафена нет надо его достать где-нибудь в аптеке может остался вот короче вот такой у меня прикид новый удобненький хлопков буду по дому в нем гонять вот и вообще пока шла хотела тему продолжить с вами вот эту вот тему вот этого когда мы себя не бережем на самом деле вы уже столько времени со мной прошли да и вот ну я и рада на самом деле делиться с вами какими-то моментами вот как оно было да то есть вы прям вот все проходите со мной и вдруг встречаетесь вместе со мной с первыми какими-то я не знаю неврозами до невроз нервоз нервозами невро неврозами нервозами ну короче какими-то вещами с которыми я раньше никогда не сталкивалась да и причина этому что на самом деле да и короче мне так так хочется уберечь многих кто но это всегда наверное да всегда любой человек я думаю каждый за собой замечал что когда ты с чем-то сталкиваешься понимаешь насколько это важно а тебе хочется всем посоветовать всем сказать блин берегите себя вообще не работайте на износ и я стараюсь ну как бы говорю по максимуму близким своим особенно когда вижу кто кайфует от супер занятости вот но и также замечаю что каждый человек должен пройти свое к сожалению свой опыт никому не передать но хотя есть такие люди может быть кому-то мой пример мой опыт будет мой пример да мой опыт будет примером масло масляное но вдруг кто-то вспомнит меня когда начнет работать сильно много и такой будет уже сходить с ума и думать что происходит вспомните меня не надо много работать не надо на износ это вот реально поговорка вот это кашляю прям голову отдает жестко поговорка есть дурная голова ногам покоя не дает вот это про меня только у меня не дурная голова у меня конечно нормальная голова просто в ней много идей и в ней много энергии и она прям вот это вот впереди планеты всей ноги уже можно сказать не идут она говорит идите вот поэтому короче берегите себя вот что я хотела сказать может кто услышит меня смотрите как я мучаюсь и теперь учусь просто отдыхать учусь и кстати я когда ну я учусь сейчас же еще на коуче помимо того что я учусь отдыхать и я слушаю многих девочек которые там а мы же друг друга коучем да и как бы делимся на мастер майндах встречаемся делимся какими-то своими проблемами результатами в жизни и я не одна такая на самом деле нас таких много кто просто не умеет отдыхать и вообще считают что это нормально вот так жить не отдыхая отдыхают типа они отдыхают нашли себе отдых типа они отдыхают на самом деле это не отдых а отдых это совсем про другое надо это понимать короче обратите внимание на то отдыхаете ли вы своей жизни и начните отдыхать призываю вас всех не повторяйте моих ошибок ладно все пошла я отдыхать ну все мои хорошие я делась иду за деньгой решила свекровь не беспокоить еще надо в аптеку зайти норофена все-таки взять не месил сейчас искала вообще у меня его много было думаю где где он уже блин все вот так вот ползают сейчас выпила не месила меня что-то в под бросила как будто я часть малиной попила короче валялась трех часов время так быстро пролетело мне было плохо меня ломила все кости вот так вот прям вообще аж плакать хотелось от боли от вот этого вот знаете за этого состояния ужасно сейчас не месил выпила 30 минут назад он уже подействовал короче надо быстро сгонять за деньгой я надела на себя кучу просто вещей чтобы прям ну короче пока потею не замерзнуть но не знаю в общем надо быстро его забрать домой привезти мусор выкидываю сразу потому что я чувствую выходные я буду сидеть дома безвыглазно лечиться на самом деле я еще сильно не переживаю по поводу этой простуды потому что у меня муж недавно переболел тоже все симптомы такие же были крутила все и ну он очень быстро выздоровел буквально там два-три дня ну четыре вот тоже температура была такая тоже озноб был крутила мышцы особенно под вечер все это днем вроде так нормально а еще у него был насморк у меня нету насморка вот я думаю что вот у меня точно такое же что-то поэтому думаю что пойду на поправку на такая легкая я бы сказала простуда да неприятно то что крутит тело и вот это вот все дело крутит тело и вот это все дело но целом ощущается достаточно легкая простуда потому что нет насморка горло не болит ну то есть а это очень важно здесь комфортно все то есть только вот это вот сломота и главная боль вот эта глазная боль но как только выпила лекарства даже у меня сейчас температура была 37 и 4 то есть я выпила лекарствами даже просто обезболивающие они они жаропонижающие потому что ну реально больше не могу уже терпеть эту боль ради обезболивания ну соответственно оно и жаропонижает в общем не имесил тоже сработал хорошо но все равно раньше лягу спать высыпаться завтра никуда рано вставать не надо я прям радуюсь этим дням ну что мои хорошие дома мы с денькой своим телефоном разбираться смотрит как он заряжается я смотрю черную любовь у меня сейчас вот если на или смотреть 17 серия вот оказывается до 17 серии я так-то посмотрела вот но я просто смотрела в другом месте где серии были в длине и в три раза как будто там три серии в одной было вот такое ощущение и тогда это мне казалось посмотрела только три серии там или четыре с горем пополам короче вот сейчас только начинаются серии которые я еще не смотрел самое интересное сейчас я повторы какие-то пересмотрела вот короче лежу отдыхаю умылась уже что читала же глаза от косметики прям щипали умылась завернулась в одеялка так вот чаю выпила уже блин на самом деле болеть так не классно хочется и в гости съездить клея клея не я обещала темненькая давно не было блондин очку хочется тоже или книгу съездить или и в гости пригласить у меня всегда когда вообще когда я болею мне сразу хочется всего петь на вокал пойти везде записаться брови татуаж мне надо сделать косметологу сходить они мне должны косметолог чистку сделать и еще я хочу попробовать новые процедурки под глаза ну какое-то увлажнение под глаза может быть сделать круговую себе эту но я вам рассказывала горчи ботокс full face до что-то типа того короче в правильные точки все это там делают у них система целая вот но я думаю и сейчас мне это нельзя еще делать этот ботокс никакой потому что не делаю так еще недавно делала ботокс себе хоть он весь уже кажется и сошел но все равно нельзя еще должно время пройти вот но какие-то увлажнялки чего-нибудь бы я поделала покраситься надо корни покрасить короче дел очень много а я болею понимаете но я болею ну ладно надо так надо будем болеть дальше да да Субтитры создавал DimaTorzok